Всем привет! Сегодня мы будем создавать класс вертексного буфера. Если вы помните, мы здесь сначала создавали шейдер, и потом мы создавали буферы. Первый буфер у нас был для координат вертексов, и второй буфер для цвета вертексов, то есть для вершин. Координатами у нас был просто обычный массив точек, то есть по три координаты на каждую ось, по x, по y, по z, и всего три точки было. И так же и для цвета. И мы задавали это как обычный массив, но когда мы здесь его в программе задаем как массив, он у нас лежит просто в оперативной памяти. И чтобы нам постоянно каждый кадр не перегонять информацию из оперативной памяти в видеокарту, мы этот массив просто один раз сохраняем в памяти видеокарты. То есть мы делаем так называемый буфер в видеокарте, который будет представлять массив вот этих точек, и так же массив цвета для каждой точки. То есть мы можно сказать просто создаем точно такой же массив в памяти видеокарты. И для того, чтобы это сделать, мы используем вертексный буфер. Задается он у нас такими вот командами, как мы делали. Но я не хочу использовать OpenGL команды в классе Windows, поэтому мы все это абстрагируем в отдельный класс, который будет уже в зависимости от конкретного графического API вызывать различные команды и создавать вертексный буфер. То есть мы создадим какой-то класс, пока он у нас будет просто работать с OpenGL, но возможно потом он будет уже абстрактным классом, и будет потом делиться на OpenGL, Vulkan, DirectX, в общем на любые API возможные. И потом уже в зависимости от конкретной реализации мы вызываем конкретный класс, то есть функции конкретного класса. Я уже класс сделал, и сейчас покажу из чего он состоит. Ну конечно же я еще добавил его в CMake файл, Vertex Buffer. И так у нас идет конструктор, который принимает у нас pointer на данные и размер этих данных, то есть размер массива. Также потом идет usage, про него я поговорю потом отдельно. Потом идет деструктор. Вот это у меня все убираю, то есть я делаю паналоги, как я делал это с шейдерами. Примерно похожая логика. И потом еще две функции, bind и unbind. То есть эти функции, они либо делают этот буфер текущим, либо убирают его из текущего. Ну и также конечно у меня идет идентификатор, который привязывается к этому буферу. То есть он у меня обозначает идентификатор уже на стороне OpenGL, конкретного API. И можете заметить, что у меня здесь нету никаких инклудов OpenGL, у меня все это идет в cpp файле. Переходим в cpp. Уберем. И у меня идет сначала конструктор. Пронимает у меня, как я делал уже в классе Windows. OpenGL, то есть когда мы создаем буфер, мы сначала его генерируем, потом мы делаем его текущим и записываем туда данные. То есть вот эта команда, она уже переносит данные из нашего массива перерывативной памяти, память видеокарты. И мы просто вызываем те же самые команды. Берем ее в качестве таргета GL ArrayBuffer. У нас вообще есть различные виды буферов. Есть ArrayBuffer, есть также допустим индексный буфер. И текущим у нас может быть только один вид буфера. То есть мы делаем сначала этот тип буфера текущим. Потом мы записываем уже данные. Мы вызываем эту команду. И в качестве usage я использую функцию usageToGLNM. Потому что я в хедере эмблементировал свой ENM, который у меня не зависит от какого-то API. То есть он у меня будет таким базовым для различных API. Допустим для OpenGL или для Vulkan. Поэтому таким вот образом я абстрагируюсь от конкретного графического API. По умолчанию я передаю static. Потом я объясню чем они отличаются. И потом в конструкторе, уже в конкретной реализации, когда я использую OpenGL, я вызываю функцию, которая у меня переводит из моего ENM, из моего usage, уже в конкретную реализацию API. Допустим того же самого OpenGL. Потому что он у нас обозначается GL ENM. И здесь я просто использую обычный switch. То есть в зависимости, если я называю static, я возвращаю GL static draw. Если у меня динамик, я вызываю GL dynamic draw, ну и так далее. Если у меня ничего не нашлось, то я печатаю ошибку и по умолчанию просто возвращаю stream draw. Теперь что они значат. Этот usage, он обозначает, как мы часто используем наши данные и как мы часто их изменяем. Допустим, GL static draw, он означает, что мы один раз записываем данные, один раз их изменяем. И потом многократно используем. Допустим, в каждом кадре. Допустим, мы берем какой-то треугольник. Один раз мы его задали в памяти нашей видеокарты. И потом многократно каждый кадр мы его рисуем. GL dynamic draw, он означает, что мы можем часто изменять наши данные и многократно потом рисовать. Допустим, если мы хотим изменить позиции вертексов нашего треугольника. GL stream draw означает, что мы однократно изменяем данные и потом однократно их используем. Или очень редко. То есть, для каждого использования нужно смотреть, как у нас будут использоваться наши данные и, соответственно, использовать этот usage. Но этот usage это просто, так сказать, совет драйверам видеокарты, как он может использовать данные. То есть, мы, в принципе, ничего не знаем о конкретной реализации. Может быть такое, что, допустим, в какой-то конкретной видеокарте или с какими-то определенными драйверами никакой разницы вообще нет, что мы здесь зададим. То есть, это все нужно смотреть опытным путем. Можем поставить сначала один usage, отрисовать, посмотреть, какое у нас количество кадров в секунду. Потом пробовать другое. В общем, посмотреть опытным путем. Потому что мы не знаем, как конкретно реализовалось использование этого usage. Так, идем дальше. Потом у нас идет деструктор, мы вызываем, GL, delete buffer, который у нас уже очищает память видеокарты. Потом идет перемещающий оператор. Здесь мы просто делаем то же самое, что мы делали в шейдерах. Мы переписываем наш ID и потом замыляем то, что мы здесь передавали. И то же самое с конструктором. Потому что, если мы это не сделаем, если мы вызовем delete buffer два раза с одним и тем же ID-шником, мы получим ошибку. А если мы вызовем gel delete buffer с ID-шником 0, то ничего страшного не будет. Эта команда, она просто проигнорируется драйвером. Потом здесь в байде мы просто вызываем gel bind buffer. Ну и в онбайде просто вызываем gel bind buffer с параметром 0. То есть с нулевым ID-шником, который ничему не привязан. Вот. И теперь, в принципе, мы можем уже использовать наш класс. То есть мы сейчас все вот это заменим нашим классом. Первым делом мы сделаем include rendering open gel и vertex buffer. Теперь по аналогии с шейдерной программы мы также еще и создадим два буфера. Первый у нас будет для позиции. Points. И второй будет для цвета. Теперь идем сюда. И вот это все мы можем уже удалить. Здесь мы просто берем наш буфер. Начнем пока с позиции. Points. Вызываем make unique. И с параметром vertex buffer. Здесь конструктору мы передаем наш массив. Points. И размер наших данных. Size of points. И повторяем то же самое для буфера цвета. Теперь, когда мы это сделали, мы должны заменить еще вот эти команды для создания текущего буфера. Для этого мы вызываем сначала для буфера позиции. Делаем bind. Делаем его текущим. Потом обозначаем layout. Вообще layout он нужен для того, чтобы наша видеокарта знала, какие данные там находятся. Потому что сейчас мы просто передали какое-то количество байт в память видеокарты. И видеокарта не знает, что эти байты обозначают, что с ними делать. И с помощью layout, с помощью вот этой команды мы говорим в видеокарте, что вообще там лежит. Про вот эту команду мы поговорим потом попозже. Когда будем уже реализовывать конкретный layout нашего буфера. Так, и мы эту команду еще повторяем так же для цвета. Вообще, конечно, не совсем правильно сделано. Потому что у нас вот эти уник-пойнтеры, они не привязаны к нашему классу окна. И когда у нас окно разрушится, у нас уже не будет контекста OpenGL. И потом будет уже вызываться delete buffer после разрушения контекста OpenGL. И мы можем словить ошибку. Но пока это не так критично. Главное, чтобы у нас все работало до закрытия программы. Потом мы, конечно, все это поменяем. И сейчас, если все хорошо, мы должны увидеть наш треугольник. Если у нас нет ошибки. Так, все работает. Треугольник мы видим. Буфер мы сделали. Дальше мы будем уже делать layout нашего буфера. То есть, из чего у нас состоят эти байты. Ну, а на этом мы пока что закончим. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующем видео.